Мы смотрим и наблюдаем за тем, как вершится история. У этого мира не будет счастливого конца. Здесь не будет торжества справедливости, и не будет построена какая-то идеальная модель человеческого общества, где все будут счастливы и довольны жизнью. Нет-нет, здесь будут страдать люди. Евангелие же нам говорит, не бойтесь, не бойтесь, ибо всему тому надлежит быть. Потому что подлинная, настоящая человеческая жизнь, она не здесь. И эта пандемия нам очень хорошо это показала. Мы не для здесь. Если мы стремимся к счастью, к благу, к совершенству, к добру, к любви, справедливости, значит в нас это есть, а значит это вообще где-то есть. Если этого нет здесь, значит это не здесь. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Да, здравствуй, Олег. Как известно, у всего есть свои положительные и отрицательные стороны. Как вы думаете, в происходящих сегодня в нашей стране и в мире событиях вокруг пандемии есть что-то положительное? Знаешь, как Утючева. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его позвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ, зритель. Он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил. Вот что-то подобное мы сейчас переживаем все. Мы все в каком-то смысле блаженные, то есть счастливые люди. Мы застали мир, или мир нас застал, история. Вот в эти минуты роковые, когда в мире происходят огромные перемены. И мы видим, что от нас это уже не зависит. Что характер этих перемен какой-то уже необратимый. Никто не может в эти события вмешаться. И мы ждем, чем все это закончится. Мы смотрим и наблюдаем за тем, как вершится история. И это не просто какой-то хаос, в котором мир оказался. Мы видим целенаправленное движение к какому-то финалу, к какой-то развязке, которая обязательно нужна. Мы же видим прекрасно. Вот если сейчас оглянуться на нашу историю, не такую уж далекую, ну вот, скажем, историю 20 века, мы видим, что характер развития событий в мире принял какой-то губительный для самого мира характер. Мы видим, что капиталистическая экономика, рыночная экономика, которая стала господствовать в мире, она породила чудовища самых настоящих. Мы видим, что к власти в мире перешла кучка каких-то злобных маньяков, каких-то человеконенавистников. И они устраивают здесь такой миропорядок, который устраивал бы только их, самих. А вы про какую власть сейчас? Про власть во всех цивилизованных странах практически. И власть над нашей планетой. Мы же видим, что у нашей планеты есть действительно хозяева, кто здесь на планете рулит. И именно они придают сейчас направление развитию событий вот этих вот в мире. И им-то кажется, что действительно это они здесь хозяева, что они правят этим миром. И они это делают прямо с таким, что ли, с такой заполошностью. Им нравится, их прямо несет. Они уже нисколько не скрывают свои лица за маски, в отличие от всех остальных людей, которых они заставили маски носить. Наоборот, они сейчас открыли свои лица. Мы их знаем всех в лицо практически. И знаем их истинные намерения. Сейчас никто, ну, мало кто уже заблуждается по поводу того, чего хотят эти люди. Но другое, что мы видим, проясняется наше сознание. Мы снимаем с себя вот эти розовые или, может быть, какие-то другие очки, которые были надеты у нас на глаза все предыдущие годы и десятилетия. Нам самим нравилось вот вся эта рыночная история, все эти капиталистические отношения. Нам нравились деньги, нам нравилось потреблять столько, сколько хотим. Нам нравились чувственные удовольствия. Нам нравились вот эти технологии, так называемые плоды цивилизации, которые позволяют нам жить в комфорте. Все нам это нравилось. И вот сейчас мы видим, что это все у нас растаяло, как утренний туман. Что вот с таким ускорением, как сейчас это происходит, буквально вот за несколько месяцев 2020 года, все то, чем мы тогда жили, у нас просто отнимается. И мы видим, что нам не на что и не на кого надеяться. И вот это очень важное открытие, которое делает сейчас все человечество во всем мире. Я наблюдаю сейчас за событиями в Европе, в Америке, у нас, в стране. Я вижу, как меняется самосознание людей. Первый шок от самоизоляции и от падения экономики, в каком-то смысле обнищание людей в первую волну, люди отошли. И сейчас они меняют свое самосознание. Они понимают, что за всеми этими событиями и даже за всеми этими людьми, которые организовали эти события, стоят какие-то небесные силы. Вот те самые небожители, о которых говорит Тютчев. И они нас пригласили в свой совет. Они нам показали и показывают сейчас, как Бог правит миром. Богу совершенно не нужны люди, упивающиеся сытым самодовольством. Он не для того нас задумал и создал. Он не для того каждого человека привел в этот мир, чтобы человек расчеловечился и превратился в животное. Не нужны мы Богу в таком виде. И мы сейчас видим Его грозное предупреждение об этом. Он нам показывает, да, что Он здесь главный. Он управляет этим миром. А все остальные люди, тварные создания и даже сам дьявол, это слепые орудия в Его руках ради спасения людей. Даже ради спасения тех, кто так озлобился сейчас на все человечество. И вот в этом я вижу огромный положительный смысл. Именно в протрезвении. Сейчас люди начинают трезветь. И видеть все в истинном свете. Один из самых положительных моментов этого всего, после вот этого замешательства, которое возникло, испуга, тревоги, мы увидели, как на войне. Кто есть кто. Это очень важно. Мы жили в атмосфере, когда истинные намерения людей, чем бы они ни занимались, были непонятны. И люди, которые стоят у государственной власти, люди, которые стоят у церковной власти нашей. Вообще все люди. Мы жили в таком, знаете, болоте. А вот сейчас все обострилось. Сейчас стало ясно, кто есть кто. Вот буквально как на войне. Это одно из положительных свойств войны. Становится ясно, кто враг, кто друг. Кто трус, кто предатель, кто герой. И мне кажется, именно в этом достоинство этого периода. Вот эта поляризация. Знаете, вот как в насыщенном растворе происходит электролиз. Все элементы по своим зарядам распределяются. И все становится ясно. И мне кажется, в этом залог того, что мы когда-то, я думаю, что очень скоро, выйдем из этой истории лучше, чем мы были до нее. Очищенными, преображенными, облагороженными. Как всегда это бывало после войны. Вот я знаю очень многих, знал очень многих ветеранов Великой Отечественной войны. Знаю ветеранов Афганской войны, чеченских войн. Они вспоминают эти события как самые значимые в их жизни. Война. Они ни о чем так не вспоминают, с такой яркостью, с такой концентрацией, переживаний, чувств, эмоций, как о войне. И они были воспитаны и сформировались как личность на всю оставшуюся жизнь. Именно благодаря войне. Сейчас идет война. Настоящая, жестокая, информационная. Можно сказать, кровопролитная, потому что гибнут люди. Мы это видим. Но именно это заставляет нас задуматься о бренности человеческого существования, о хрупкости человеческой жизни, о том, что когда-то мы все оставим этот мир. Что когда-то мы со всем тем, что нам было здесь так дорого, со всеми этими плодами цивилизации, и с нашим сытым самодовольством, мы когда-то расстанемся. Мы же видим. Вот жил человек недавно, и сегодня мы узнали, что он умер от этой инфекции, как говорят. Неважно. Был человек, его не стало. Это буквально как на фронте. Вот я сидел в окопе, в землянке, со своим другом, как Высоцкий пел, «Друг, оставь покурить», а в ответ тишина. Нету друга. И вот это заставляет меня задуматься о себе самом, что когда-то и меня так же не будет. И это очень важное открытие. Человеку нужно поверить в то, что он смертен. И события последнего времени нам очень ясно и отчетливо об этом говорят. И тогда мы должны готовиться к ней. Тогда мы должны узнавать что-то на эту тему, что люди знали раньше, до нас, если мы к этому не прикасались никогда. И вот сейчас мы видим торжество всего того, что написано в Евангелии. Сейчас происходит свидетельство истинности христианства, которое говорит, что у этого мира не будет счастливого конца. Нет-нет, здесь не будет торжества справедливости, и не будет построена какая-то идеальная модель человеческого общества, где все будут счастливы и довольны жизнью. Нет-нет, здесь будут страдать люди. Люди сами устроят себе такую жизнь, от которой они будут страдать, изнемогать, мучиться, отчаиваться и не хотеть жить. Как говорит Евангелие, тогда многие захотели бы умереть, но смерть не найдет их. И Евангелие же нам говорит, не бойтесь, не бойтесь, ибо всему тому надлежит быть. Потому что подлинная, настоящая человеческая жизнь, она не здесь. И эта пандемия нам очень хорошо это показала. Мы не для здесь. Если мы стремимся к счастью, к благу, к совершенству, к добру, к любви, справедливости, значит, в нас это есть, стремление к этому есть, значит, у нас есть зачаток этого всего, а значит, это вообще где-то есть. Если этого нет здесь, значит, это не здесь. Значит, это Царствие Божие, которое нет мира сего, для которого нас Бог всех сюда привел, чтобы ввести туда, приобщить к этому совету. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Вот что мы должны сейчас извлечь из всего того, что происходит и перестать надеяться на людей, перестать надеяться на государственное руководство, даже на церковное руководство. Мы видим, что сейчас и на этих людей надеяться нельзя. Мы можем надеяться только на Бога. И вот сейчас, когда мы вступаем в очередной рождественский пост, нам очень хорошо бы всей стране сейчас попаститься. повоздерживаться от всего того, к чему мы так привыкли и критически пересмотреть всю свою жизнь и раскаяться перед Богом во всем, за что нам стыдно перед Ним и перед другими людьми. И встретить Рождество с христианским достоинством. От того, как сейчас наша страна, как наш народ, именно наш народ, русский, православный, проведет этот рождественский пост, зависит будущее не только нас, но и всего человечества. Я в этом уверен. Нам сейчас Бог дает шанс, шанс сохраниться в истории. Но для этого нам нужно критически пересмотреть всю свою историю и жизнь каждого человека и измениться. И стать такими, какими нас хочет видеть Бог. Редактор субтитров